Маринчиком чуть-чуть с розовинкой и все. Давай. Сейчас, сейчас, давай отделим свет от тени или нет? Сначала еще чуть-чуть теней. Значит, берешь синюшки, можешь взять их сразу с желтеньким, чуть-чуть коричневым и относительно середины поискать основные веки рисунка. Вот эта смещена от середины чуть влево. Вот он. Штриховательно понабирать, понабирать основные веки рисунка. Вот такое штрихование. Единственное, вместо голубого берешь ультрамарин, ну и плюс желтый-коричневинка, набираешь эти темноты. Там, где у нас светло, ну смотришь относительно середину все, там где светло отчикиваешь, вот, а там потом будем разбираться. Можете, ну хоть отнимаю художника, она в хорошем состоянии. Вот пример того, как она в хорошем состоянии, в набросковом, в набросковом состоянии. Так, немножко подвинем вот это светлое пятно, чуть-чуть, чуть-чуть выдвинем, чуть-чуть мутаты подсунем теневой. Вот она как раз будет более плотненькая. Может быть даже и здесь немножко вот в тени создадим вот этот мутный характер чуть-чуть. И вот этот белый, с нашим красным казмем, которые дадут идею света яркого, относительно синюшек, сразу закричит светом, да? Ну вот ты это прекрасно знаешь, не удивляй, не делай вид, что ты удивляешься. Я-то удивляюсь. Ты же с красным делала. Я с красным делала. А, с красным не делала? Нет. То есть сначала с краснотой зайти, которая вот так сиятельна. А потом уже плюс, желтиночка. И у тебя будет более сложная идея света. Ты видишь, да? Будут мигание розового и мигание красноты. Вместе они дадут очень хорошее состояние света. То же самое, внизу накидаешь и раздавишь. Так. Хорошо. Немножко натемнить. Немножко уточнить рисунок. Чуть провисше. Понеже, понеже. Глубинку вот эту додать. Красивая там глубина уходит. То есть ты ей не дала пространство, а там есть что порисовать. И это добавит глубины к картине. И темный каркас картины тоже дополнить. Коричневый, синий. Вот эти темные проявления. Можно плюс розовый. Темные проявления штриховательно поподсунуть. Глубокость нужна была, да? Как-то ее там резко не хватало. Вот эти глубокости. Опять же, если что, вот так. Вот так. А уже потом, внутри этого пространства, создать архитектульку. Ну вот. Отличненько. Отличненько. Я поэтому это и взяла, чтобы попробовать. Вот эти темноты тоже. Понакидать. Жесткий характер рисунка, там где он есть, поподбрасывать. Вот это пошло в небо. Неестественно. Лучше дай, чтобы оно не пошло в небо. Да? Да. То есть пусть оно идет вдоль плоскости сюда. Понятно. Подбросишь и эти светлости. И здесь тоже уже. Рвано, рыхло, за счет густоты формируя идею множества. Вот это я знаю. Много фастозы. Вот такой квадратноватый. Чуть-чуть, смотри. Растопчешь, разобьешь. Вкусистость. А, вот это вот какая-то тоже. Ничего страшного. Попробовала этим ходом, смотришь, не туда пошла. Взяла кисть, смотри, взяла кисть, поразбивала все это. И у тебя совсем другой характер уже. Встаю над этим, думаю, я что-то ага, вот если у меня вдохновения нет пока, я не знаю как. Ага. Вон, поразбивала, поразбивала. О! Да, как и дело. А вот на этой потом, как ты нужна кистью стенка, нужна какая-то такая грязнота. Нет, там красивая грязнота. Ты на нее, не это самое. Поэтому сейчас ты мне все ушли, сбреешься. Так, синенькие тени что-то не дозвучат. Многовато всего зелененького. Вот эти сиреневые тени как-то не дозвучат. Все-таки их туда закинуть. Угу. 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 Причем, даже вот, когда мы начинаем вроде бороться с чем-то. Смотри, мы начали бороться, а оно вкуснее стало. Да, да. То есть, несмотря на то, что мы хотим перестроить. Да. Вот эти перестройки, как бы закопанность, закопанность художника, есть такие проявления в живописи, как бы художник закопался. Но это часто становится очень красивым, потому что появляется, в этой закопанности появляется фронт полюбленности, вот, полепленности. Он начинает бороться там, переставлять, передвигать, а оно наращивается содержанием. Потому что, если бы он был супер технарь, он бы все правильно раскидал, раскидал, и у этой живописи не было бы каких-то... Ну, она была бы математикой, слишком математикой. А так, в этой борьбе у него вдруг появляются вкусные места. Это часто не хватает технарям в живописи. И мы смотрим, вроде бы художник потрясающий, в 2-3 прыжка достигает результата, но лучше бы он сделал бы неудачных 10 прыжков, чего он не делает. Поэтому, вот, вот, вот мы исправляем, улучшаем, вместо того, чтобы ухудшать. То есть, у нас появляется более богатая цветовая, более разные проявления фактуры. Так что, не боимся таких мест. Иногда даже, просто, вот, меняем, тупо меняем направление исполнения задачи. Пошли по такому пути, смотрим, не, не то, но не то. Поменяла тактику исполнительскую. Все, у тебя уже все другое. Ну, сейчас живая картина стала. Ну, да. Значит, крупной кистью... Крупной кистью... А, сначала, прежде чем крупной, значит, возьмешь голубой и коричневый. Чуть-чуть вот этих вот глухих мест подпустишь. Чтоб именно на глухоту теневых... На глухоту теневых... Мне кажется, что он такой художник, который все выпили себе, выпили себе... Нет. Ну, смотри, сколько у него там лекарства. На глухоту теневых пусть придут рыхлые... Вот такую растопыру из кисти. Это же вообще... Это же бракованное, да? Нет. Это как раз то, что нам нужно. Придут... Вот такие звучки. Вот такие. Вот они. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Да. Единственное, что сначала дырок понаделай фонового пятна. И угол не занимать. Вот это... Странное... Желание занять угол... Ни к чему. То есть, там на этом месте должно появиться небо. Чтоб не было ощущения даже близко, что художник просто тупо закрашивал угол. Ну, в всяком случае, исполнитель. Художники обычно углы вот так... То есть, не наполняют. Там небочка, нормально. Нечего там делать пусту в самом углу. Так... Синюшки обязательно должны помигивать в теневых. Вот эти сиреневые синюшечки. Они создают идею тени. Они создают идею тени. Они создают идею тени. Мутности уместны. Смотри, как... Помнишь, когда я намутнил, оно стало красивым? Вот они мутности. Поддерживаем их присутствие. Помахал, да? Помахал, да. Вот. Немножко перебор. Невкусный. Невкусный перебор. Там и него не очень вкусно. У тебя еще не очень. То есть, чуть-чуть успокоить эту историю. Ну, все время так шерепится. У нас все картинки основаны. Смотри, чуть-чуть вот с этим направлением. Хорошо? Ага. Вот оно. Так будет вкуснее. А там же будет еще какой-то темный угол. Это продолжение крыши, но уже в тени. Что я никак не понимаю вообще. Совсем с Крымом нас настолько заморочили. Знаешь, вообще... Два раза докладывали в министерство, а потом... Ну, так, дуэр, так все. Где ты? Алишка, я еще кусочек. Все, все, все. Хочешь, все, все, все. А, ну, так все. Все, 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 все. Архитектурка пошла по уклону туда, вниз. Вниз. Вниз пошла. То есть, у тебя она пошла вверх, вниз должна уйти. Вот эта я боюсь прям рисовать. Там-то он вообще даже какой-то... Ткань бога. Ткань бога. Ткань бога. Видите, этого художника, у него картины по 300 тысяч. Серьезно? Да. Мне кажется, что это на Крымском. У него настолько там все выписано. Вот это вот лучше, мне больше нравится. По 300 тысяч? Да. 150-300. Они у него такие огромные. И одна сплошная вот эта Италия. Еще раз посмотрю. Маленькие вот такие огонечки уместные. Огонечки чуть-чуть уместные. А то уже очень тухленькая. Тухловатенькая. Тухловатенькая. Чуть-чуть там все. Что-то было. Дерево, я думаю, не рисую. Дерево снизу вверх, да? Ага. А, ты прям еще дальше. Так, сейчас возьмем слоев. Вот здесь надо все еще добавить. Угу. Вот здесь надо все еще добавить. Угу. Уж вот это все. Я бы что, что-то не левитал. Что-то не левитал, прямо смотрю без запрещен. Света не хватает, смотри. Чуть не хватило. Мутнее. Вот это у меня плохо получается. Это вот так можно прям плоско-плоско сделать. Смотри, как я отъял от края. Да? Да. У меня никак так не выходит еще ровно. Здесь рефлекс от освещенной крыши на стену. Это усиливает свет в картине. Ты видишь, вот этот вот рыжий резко усилил свет в картине. Здесь то же самое. То есть это теневая, но она подвержена отражателям. Здесь ничего так не отражается и по делам. Очень красивые звуки. Ну, это я смогу, я еще их подделываю. Это как бы, да. Еще вот под деревом, видишь, так будет выглядеть. Макательным мастихином. Чуть-чуть, может быть, фактуры вот так насадить. Макательным мастихином чуть-чуть насадить фактурки. Угу. 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 Напряженности фактуры. Угу. 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 Играет, сколько такие вот sogenannte. Угу. Сизыми разными. Сизыми роз floral. Сизыми. Ано, да? Ну, да! Вот такой оно. Чуть-чуть. Угу. поставишь эту геометрию ну здесь отделишь уже мазочком гору от всего остального да ну хорошо а вот это вот как на цветочке кисточкой они такие вот то есть напряженным сделать это место густотой чвякательное чуть-чуть подчеркивая звук издаем такие смешные и вот здесь такие же не можно спустить сверху вот эти ну да 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 с густотой мутное глухое пятно углубление мутное глухое и тогда любая густятина здесь прозвучит очень ну да у нас был более понятный импрессионизм и чуть-чуть нарядности цвета и сюда сильно полосатый да я знаю у меня белый потому что не вышел никак не могу я ровно сделать здесь я вот это вот мастихийным добавляю смотри смотри не полосатый харашки гладим ну там чистый гладим смотри ну там ну там ну там ну там ну там Фактура, да? Такая стенная. То есть раздавленный мазочек. Уже очень много. Направление удерживать крышу. Раз, и сразу зажглось, да? Угу. В этих местах, если что, кистью. Угу. И другой кистью. И окна, да? А, да? Нет, только ты не кистью делаешь. А вот у меня окна получили. Я отработаю. Ха-ха-ха. Нарисую такую вторую его картину. Четыре, по-моему, я говорю. Нам в Крыму главная Эва, которая со мной была, мы со мной не стяжем. Она показала. Они там обалдели. Говорят, мы открываем картину Эклуре. Видишь? Все это показывает. Ну, а что? Сейчас так рисую. Ну, все. То есть ты видишь, так же, как и здесь, глуховатое. Да. Так же и здесь. Да, так же глуховатое. Глуховатое. И на него уже светлые решетки. А вот эта же вот сторона будет целыми, да? Ну, я ж чуть-чуть подложил. А, ну да, подложил. А, а это вот этот самый стиль. Ага. Давай так. Этим. Жесткостями. Теневые любят быть вот такими. Вот такими. Вот такими. Хотелось называется помазать уже. Смотри. Вот такими любят быть. Мутноватыми. И у него, ты видишь, именно так. Слишком жесткий характер в этих теневых. Теневых. Теневая она мутна, она никакая. Угу. 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 Не вышло у меня вот с этими. Как-то плохо вышло. Я опять ехала. Вот тут даже лучше вышло. Вот стояли на степени. Вот эти свитки. А здесь я опять... Здесь фактура растительности должна быть все-таки бойчея, чем задник. У тебя наоборот. Бойчея должна быть. Да. А я все взяла внутри. У тебя слишком активный кирпич этот был. Ммм. Угу. 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 Суперсио. Ничего больше здесь не надо. Пусть так, да, осталось. Ну да. Я на это уже, юликлассный. Угу. Юликлассный. Так мне понравилось. Мотюкать цветочку. Для теневой слишком активно. Смотрите. Мотно, не выражено пятно. Не такое оно агрессивное. Свет, наоборот, агрессивен. Просто все раз масса вообще. Теневые должны быть мутны. Ты же помнишь, когда эту муть я пальцем сделал, как она была красивой? Надо привыкнуть, что теневые мутны. Мутны теневые. Без агрессивности мозга. Так. Ну, молодец сегодня. Ну, не так, как в прошлый раз. Да, если бы очень старше, то мне еще бы плохо вижу. Вот этот вот еще желтенький, наверное. Некоторые вещи вообще. Ну, для меня это новое, конечно. Все-таки как хорош классический импрессионизм, да? Но, тем не менее, все равно потом хочется попробовать и всякие модернизированные проявления. Я хотел попробовать, потом я хотела попробовать, чтобы дома были. Вот, знаете, вот. Так. Это было смазать, потому что все уже было готово, и смазать ближе. Мне так кажется. Ну, вот такое что-то. Больше не надо. А я ставлю по нему серебряную, а у меня еще хуже. Ведь я сегодня не старше. Давай эту дырочку здесь все дадим. Никакая краска. Да я еще, там еще что-то. Саша, ты ее поползай. Чего? А? Таков-то, да? Чего-то, что надо? Чего-то, что-то еще. Да я краску тут сейчас обдала. Игорь, думаю, лучше стелить вот эти три. Тебе быстрее будет новую картину написать, чем мучиться и мучиться с одной. Зачем? Ну, я понимаю. Делай хотя бы на четверку, потому что ты не знаешь, сделала ты на четверку или на пятерку. Даже, может быть, иногда стоит делать на тройку, потому что всегда найдется зритель, который скажет, не-не-не-не-не, вот так я хочу, я хочу вот так. А ты уже все изменила, как хочет зритель. Дело в том, что мы перфекционисты, нам хочется лучше, 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 лучше. А зрителю надо только какое-то веяние. Ему не нужна наша выписанная или какая-то сильно донесенная мысль. Нам нужна недосказанность, он сам доскажет. И твоя какая-то недосказанность, его, скажем, вполне удовлетворяет, а перебор досказанности не удовлетворит. Поэтому делай на четыре с минусом. На четыре с минусом и дай сначала зрителям увидеть. Потом, если что, доковыряешь, если увидишь, что все бьют в одну точку. Всем не нравится эта точка. Тогда и доковыряешь, если надо. А если все только радуются, так... Вон сколько у классиков, ну как бы несовершенных работ. А они же целые классики. И ничего. И не стесняются. Ну, правда, они уже не могут ничего изменить. Ну и не стесняются. Вообще плодовитость в живописи несколько важнее, чем... Чем... Прописанность. Прописанность какая-то вот... Правильность. Правильность, да. Плодовитость важнее. Предоставление, да? Вот было на чем-то... Когда ты летаешь. Да, 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 да. Нормально она у тебя сейчас. Не трогай ты ее больше. Очень. Вот он, солнечный, да? Да, да. Я тут сказал, что уже пришел. Здесь будет какие-то стены. Я ничего делала только. Уже стены. Ничего не надо. Нормально. Здесь где-нибудь есть реально? Вот.